И все-таки даже в интернет-пространстве нужно вспоминать про наш великий и могучий. Давайте писать и орфографически, и пунктационно правильно. И стараться избавляться от слов-паразитов. Какие шаги нужно сделать, чтобы речь стала красивой и грамотной? Узнаем у кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Тюменского госуниверситета Светланы Смысловой. Присоединяйтесь к беседе вы, телефон прямого эфира 682-147. Светлана Леонидовна, доброе утро. Википедия называет слова-паразиты лингвистическим явлением. А насколько вот с научной точки зрения это верно? Ну, конечно. Это же существует, значит, это явление. Название только смущает, да, слова-паразиты, какое-то ненаучное, да, такое? Это такое, да, больше просторечное. А еще с сорняками их тоже называют, и тоже вроде бы ненаучное название. Но за этим кроется действительно языковой факт. Ну, скорее речевой, речевой. Потому что мы это реализуем в нашей речи. А как относиться? Как относиться к ним? Главный-то вопрос не, это реально или нереально, потому что оно, да. А как к этому относиться? Это все-таки явление современное, или оно было присуще нашим предкам тоже? Ну, трудно же установить, как говорили наши предки. Мы с ними не общались. Ну, у нас только фиксация письменной речи. А в письменной речи это, если бывает, то, конечно, гораздо реже, чем в устной. А устную стали когда фиксировать? Ну, во второй половине 20-го века. Вот тогда, конечно, стали обращать внимание особенно. Но мне кажется, что это вообще присуще человеку употреблять такие словечки. Вот есть же распространение у меня, что они засоряют, они бессмысленны, там, да, совершенно не нужны, лишние. Ну, на самом деле, это не так. А вообще, какие слова относятся к паразитам? Как вот мы можем в процессе переговоров с коллегой, с другом, деловых сказать, подумать, а вот у него это слово паразит? Да, вот диагноз сразу поставить. Да, 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 да. Я сейчас говорила и поймала себя на мысль, что я такое слово употребила на самом деле. На самом деле. То есть, получается, это те слова, которые мы говорим и к месту, и не к месту, там, пытаясь продолжить мысль. А как бы... Вот эти слова паразиты, они же рождаются из обыкновенных слов, из вполне значащих слов. Но вы сказали, что они нужны. А почему они нужны все-таки? Нужны... Давайте тут от конкретных примеров надеть. Вот у меня есть любимое слово вот. Я его вставляю в процессе говорения, оно мне нужно, видимо, я так анализирую, чтобы сделать какую-то паузу и додумать, потому что трудно сразу говорить и думать, да? Да, это тоже, если оно повторяется часто, после каждого предложения, то это тоже становится паразитом. Хорошо. Я посыплю себе голову пеплом, у меня есть два слова паразита. Во время интервью я иногда к гостям обращаюсь, ну вот смотрите. Или, когда говорю с человеком, могу сказать, ну, то есть вот у меня вот эти два факта. О чем это говорит? Вот ради чего я их использую? Может быть, первоначально они были, конечно, оправданы. Конечно. Ну вот смотрите, это привлечение внимания собеседника. Нужно постоянно поддерживать с ним контакт. И так же вот когда понимаешь, знаете, это же вот поддержание контакта. И вот этот, кстати, вопрос, да, когда и вопрос-то, в общем, не задается, а нужно просто проверить, слушает тебя или нет тебя. Он понимает тебя. Значит, есть оправданность все-таки, да, этих слов? Просто, вот как же сказать-то? Вот у нас бывает же такое, в голове какая-то мелодия застрянет и никак от нее не избавится, пока другой мелодии не перешедет. Точно так же со словами. У женщин, видимо, так, у меня так же. А вообще слова паразиты, да, если мы их продолжим так называть, они существуют только в русском языке или в иностранной речи, и они тоже присутствуют? Сталкивались? Я, конечно, не специалист в иностранных языках, но ученые говорят, что это свойственно всем людям. Да, и во всех языках есть подобные слова. Ну, мы-то можем, например, русской речи это все проиллюстрировать. У нас их кажется очень много, и они, это целый арсенал, они очень разные. Мы же с вами уже сколько привели примеров, да? То есть, если мы будем их разнообразить словами паразитными, они перестанут быть. Паразитами, да, если они будут действительно разные. Потому что вот тут где-то грань, когда слишком частотно слово, и оно теряет свой смысл, оно превращается в паразит. Мы сейчас с вами обговорили наши словечки-паразиты, и каждый из нас замечает их. А если человек не замечает? В основном-то не замечает. Мы сейчас специально об этом говорим, поэтому фиксируем внимание. А когда человек сосредоточен только на содержании речи, да, или на собеседнике, он неосознанно употребляет эти слова. Это как, знаете, это как мода какая-то, что ли, да? Вот модно сейчас говорить, ну что, практически. Я помню, у меня преподавательница в географии говорила всегда слово «коль». Буквально через каждые два слова. Коль? Да. Я вам скажу, вот посмотрите на это. Коль его позвула. Да, да. А как указать на эту причину человеку? Ну вот это слово «паразит». Ну преподавательнице не скажешь, этически. Понятно, понятно. А хотя бы знакомому. Нет, конечно, знакомому. Люди же не себя замечают. Обязательно надо указывать. Обязательно. Если вы хотите поправить его, и можете это сделать. Вот существует теория, что слова «паразиты» говорят о внутренней сущности человека, о его мышлении. Вы с этой теорией согласны? Конечно. Любое слово отражает наше восприятие мира. Так же и слово «паразит». Если человек употребляет «как бы», то мы ведь можем многое понять об этом человеке, о его социальном статусе, о его настроении в данный момент и о его психологии вообще. То есть слова «паразиты» еще и могут меняться от настроения. Конечно, могут меняться от настроения, от ситуации общения. И вот знаете, как про «как бы»? Кажется, что это такое слово от неуверенности рождающиеся. А вот сейчас выясняется, что иногда очень уверенные в себе люди его произносят в той ситуации, когда хотят выглядеть не очень напористыми, не очень такими жесткими, не сглаживают ситуацию. Ну, получается, конечно, очень забавно. Я как бы работаю, как бы в университете. Я как бы филолог, как бы кандидат. Вот как раз о том, что вы там работаете. А вот студенты, будущие филологи, они употребляют слова «паразиты» или как-то себя контролируют? Конечно, употребляют, как все люди. Вот слово «практически» я сказала, но очень модно у молодых людей. И еще есть такое слово «походу», но оно, конечно, для неформального общения. Очень модненькое. Вот это как бы, мне кажется, уже уходит. Может быть, вы слышали про то, как у нас на отделении журналистики, давненько это правда было, за каждое как бы студенты должен был и преподаватель кукарекать. Да-да-да, я слышал про это. Таким способом боролись. Но сейчас уже этой борьбы нет, потому что такого увлечения этим нет. Но есть еще типа. И у студентов тоже. Но в разных ситуациях у них по-разному. Вот раз мы заговорили о моде, вот есть возможность придумать самому слово «паразит» и запустить его в народ? Потом ходить и смотреть, что все повторяют. Вот приелось люди. Нет, ну конечно, быть творцом здорово. Каждому человеку, наверное, этого хочется. Даже придумать слово «паразит». Да, ну вот так, чтобы специально его придумать, а давайте-ка это вот, я сейчас буду повторять, все за мной. И так, наверное, не получится. Ну как они придумываются-то? Да они не придумываются. Они же вот из нормальных слов получаются. Если человек употребляет на самом деле, значит, он хочет свою уверенность подчеркнуть. Да? Если он употребляет как бы, или как-то так, то он хочет смягчить, мы сказали, ситуацию. Да ведь? Просто они становятся слишком частыми, и потом человек их не, вот мы сказали, не замечает. А нарушно это сделать не получится, потому что и механизм-то какой? Неосознанно. Нормальное слово превратилось в сорняк. А как с ними бороться с этими сорняками? А, бороться-то, конечно, хорошо бы. Какие есть шаги для борьбы? Ай, ну, это просто сосредоточенность на своей речи, внимание к своей речи. Может быть, на директора он себя записывает чаще? Ну, попросить кого-то, друга там, да, чтобы он прислушивался, если ты публично выступаешь, и фиксировал эти словечки. Потому что эта фиксация заставляет тебя понять, ах, вот оказывается. Я же сама, когда говорю, это не всегда замечаю. А вот оказывается, что потом, ну, если вы все время с компьютером работаете, прикрепите вы это словечко к монитору где-нибудь, чтобы оно мелькало перед глазами. И оно тогда настолько перед глазами будет... Что уже будет невыносимо его произносить. То есть вот эта намеренная частотность, да, она может помочь, конечно. Спасибо за этот совет. Спасибо вам, да. Спасибо, что пришли к нам в гости. От слов паразитов нам помогала избавляться доцент кафедры русского языка Тиминского госуниверситета Светлана Смыслова.